Мы находимся на Высоке Household Experts, говорим с нашими гостями. У нас эксперты, которые участвуют в деловой программе. Ирина, вы рассказывали аудитории. Расскажите про что и что интересного подметили с обратной связи аудитории, за что они зацепились на вашем выступлении. Да, очень интересная аудитория. Первый был вопрос, как выжать маленькой сети по сравнению с большими гигантами. Что делать, есть ли шансы вообще. Это на самом деле злободневный вопрос, шансы есть. Нужно понять, чем вы можете быть лучше вот этого большого федерального игрока. Явно не ценой, но это значит, что есть сервис, это значит, что есть качество ассортимента, это другой подход, это такой более человечный подход во всем. На самом деле нужно заниматься тем, что вы будете отличаться от других, прорабатывать вот это я, подавать это дизайном, подавать это тем, как вы выглядите, как вы оперируете с вашими покупателями. Шансы выжить всегда есть. Аудитория, которая с вами общалась, можете ли вы спрогнозировать, или просто сказать, какая боль у аудитории, у рынка в 2019 году? То есть, чего они боятся или что наиболее беспокоит? Да, явно боятся падения доходов населения, явно опасаются вот этих роста большого сетей, прихода даже вот в дальние сибирские города крупных федеральных брендов. Нужно искать свое лицо, свое я и на этом строить, в общем-то, все свое конкурентное преимущество. А вы рекомендуете аудитории вкладываться в дизайн магазинов, в дизайн выкладки, несмотря на то, что покупательская способность падает, и производители и сама дистрибьюция пытаются сэкономить, то есть, тратить меньше на маркетинг, на рекламу, наверное, то есть, все равно есть рекомендация украшать? Вы знаете, атмосфера и впечатление, эмоции – это очень важная часть, составляющая. И сейчас все крупные бренды уже только что провели ребрендинг, тот же «Магнит», вот буквально на прошлой неделе анонсировал, будет еще очереда новых реконцепций. У нас эпоха конкуренции, эпоха восприятия, эпоха красивых фотографий, инстаграма. Люди задействуют свою эмоциональную составляющую, в том числе и в торговле. Им хочется покупать в интересных местах, чтобы им было понятно, интересно, чтобы это можно было легко представить, как это будет выглядеть дома. То есть, дизайн – это вещь, которая работает, и вот сейчас как раз начинается вот эта эпоха концепции дизайнов. Дизайн – это не просто красота, это еще и цифры. То есть, как правило, это плюс 17% до и после, это работает. Дизайн – это не просто красота, еще и цифры. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами, сделаю программу Household Expo.